Второй акт марлезонского балета. Мы сейчас попробуем качнуть максимально, на что способна эта установка, и посмотрим, будет ли у нас пластическая деформация. Почему я не делал этого на первой части? Потому что резервуар рассчитан на 300 рабочих, 450 проверочный, то есть это максимально. И если даже мы предположим, что у нас повышение температуры, или мы чуть больше качнули, там будет 500 максимум. То есть мы видим, что если даже до 500 доходит, никаких необратимых изменений с металлом не наступает. Но мне интересно, на каких пределах начнутся необратимые изменения. И так как у нас позволяет им качать до 600, на 50, до 700, мы сейчас сделаем максимум, и опять же делаем замеры, и посмотрим, наступит ли превышение порога пластической деформации и необратимые изменения. Коллега, начинайте. Че, тяжело? Ну давай. Надо саню было сюда. У нашего мастера спорта попал в лифтингу. Ты хилов... Ага. А что у нас нахнуло? Ага. Упало давление? Нет. Стоит. А сколько давления? 600. Отлично. Смотрим, что у нас. По верхнему резервуару у нас 3692. Вот сюда запишем. По нижнему резервуару 3682. А вот теперь, сколько там, 600, да? Давай мы его попробуем еще качнем по максимуму. Если там что-то для тела, пусть он не качает. Ага. Это уже 800, да, здесь? Ну, судя по шкале. 600, 700, больше 700. Давай еще, еще, еще. Ну все, 750, грубо говоря. Давай посмотрим. 37,5 и 36,87. А вот теперь мы спускаем и смотрим, к каким мы значению вернемся. Угу. Так, а где оно? Саша. Вот вот здесь. А, все вижу. Готово. И замеряем все, что у нас получается. 3698. То есть уже наступила пластическая деформация, невозвратная. И здесь. 3674. А вот здесь интересно. Мы практически вернулись к результату. Так, здесь у нас 3674. Давайте-ка еще раз проверим. 3693. Ну-ка еще раз. 3701. Вот видите, какая точность измерений. 3691. Ну да, у нас здесь на... Сколько? На 13, да? Остаточная. А здесь... 3672. 3672. Ну, здесь, кстати, совсем 74. 72. Очень интересный результат. То есть, да, мы на одном из резервуаров достигли порога, превысили порога, после которой наступает деформация. А на втором резервуаре ничего не случилось. То есть, даже нам было 750, наверное, там, близко к 800 было. Ничего страшного не случается. Разгерметизация не произошла. Резервуар не взорвался. И, на мой взгляд, все совершенно безопасно. Более того, здесь у нас сделаны намеренно... У нас идут проточки под резинки. Даже если, скажем так, материал будет не очень хорошим, то в первую очередь начнет разрушаться под резинками и произойдет мгновенная разгерметизация. На этом у меня все. Сказать мне больше нечего. Задавайте вопросы. Пока.